На этой неделе глава города Держинска Иван Носков провел выездную проверку специализированной техники МБУ «Город». В этом году автопарк предприятия пополнился 13 единицами новой техники. Из них две комбинированные дорожные машины, универсальный погрузчик, 8 машин для коммунального хозяйства на базе трактора МТЗ-82 и автомобили типа «Газель-Некст». Техника предназначена для выполнения работ по обслуживанию дорог в разное время года. В этом году в дорожную сеть Держинска будут обслуживать более 65 единиц спецтехники. Мы сегодня больше 50%, территорию обслуживаем самостоятельно, остальное нам помогают подрядчики. Этот баланс в принципе нормальный, здесь как раз позволяет держать ситуацию и под контролем, и подстраховывать друг друга, подрядчики нас, мы подрядчиков, поэтому в этом плане у нас по сути дела классическая схема на сегодняшний день работает. Также приготовлена городская площадка для вывоза снежных масс с территории города. Новые комбинированные дорожные машины в зимний период будут использоваться для уборки снега с дорог и разбрасывания твердых антигололедных реагентов. Машины на базе трактора МТЗ-82 позволят зимой чистить снег на тротуарах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 21 октября в Дзержинске стартовала межрегиональная методическая конференция Творческая лаборатория Нижегородского исполнительского искусства. В этом году впервые в формате Творческого союза двух учреждений дополнительного образования нашего города. Детская музыкальная школа номер 3 имени Гусельникова и Центральная детская музыкальная школа имени Скрябина. И посвящена теме современных компетенций преподавателя фортепиано. Тенденция времени диктует нам расширение границ фестивалей подобного уровня, фестивалей, конференций, конкурсов. Для того, чтобы дети являлись не только слушателями, а еще и участниками таких замечательных мастер-классов, которыми руководят и ведут их заслуженные деятели культуры и искусства Российской Федерации. В конференции приняли участие преподаватели, концертмейстеры и воспитанники по классу фортепиано, детских музыкальных школ и школ искусств Дзержинска, городов Нижегородской области и других регионов России, студенты Дзержинского музыкального колледжа и Нижегородского музыкального училища имени Балакирева. Своим опытом и мастерством исполнительского музыкального искусства с участниками конференции 21 октября поделился доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории имени Чайковского Денис Чифанов. Здесь конференция, она реально практическая, и мне кажется, это здорово, потому что здесь не просто какие-то открытые уроки, а здесь мы будем, мне кажется, и обмениваться опытом, и суммировать, и все это будет, как сказать, на примере музыки сразу же. 22 октября конференция продолжилась в камерном зале маэстро в детской музыкальной школе номер 3 имени Гусельникова. Для участников выступил студент Нижегородской консерватории имени Глинки, выпускник детской музыкальной школы номер 3 Руслан Малеков. Далее продолжились мастер-классы для студентов и воспитанников детских музыкальных школ и школ искусств. Санаторий-профилакторий АК. У нас есть все, что нужно. Лечение, здоровое питание, активный отдых и многое другое. Заказ путевок по телефону 8-951-908-2208 или на сайте www.spak.ru. На этой неделе глава города Дзержинска Иван Носков провел встречу с руководителем московского поискового отряда застава святого Ильи Муромца Романом Мироновым и родственниками бойца Великой Отечественной войны из Дзержинска Ивана Неумойна, останки которого были найдены отрядом в сентябре этого года. После того, как мы получили ответ из архива, было установлено, что этот солдат Неумойн Иван Николаевич, 1114 года рождения, уроженец города Дзержинска, призван Дзержинским РВК в 1942 году. Мы очень обрадованы, потому что это наш земляк. Тут же начали искать родственников. Нам очень повезло. Родственники носились здесь же в Дзержинске. Здесь же они живут, внуки. Трое внуков живы. Наверное, есть там правнуки. Их тоже немало. Планируется, что в конце октября останки бойца Великой Отечественной войны будут официально переданы родственникам Белгородской области. А уже в ноябре состоится само захоронение на старом городском кладбище в Дзержинске. Слезы были градом. Слово сказать не могла. Вы знаете, все на работе были возбудоражены. И начальники, и начальник цеха, и директор, и все зав. лаборатории. То есть весь коллектив были, конечно, ошарашены. Почему-то вот именно через 78 лет нашелся именно наш дед. Конечно, я не знаю, захлестывали эмоции. Захлестывали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 У вас есть любимый питомец? Тогда скорее принимайте участие в новом фотоконкурсе -"Мой питомец самый лучший". От газеты Держинские ведомости. Фотографируйте своих питомцев. Прикрепляйте фотографии в комментариях под сообщением о начале конкурса в группе ВКонтакте Держинские ведомости. С 14 октября по 15 ноября. И выигрывайте для них полезные подарки. Итоги конкурса подведем 25 ноября. И не забудьте указать кличку своего любимца. Подробности конкурса на нашей страничке ВКонтакте. Партнер конкурса «Мой питомец самый лучший» Госветуправление города Держинска. Желаем всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!